МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые первые пошли мы с парками томатами. Ничем не удивить европейских потребителей ни фритюрницами, ни плитами, ни каким-то другим простым оборудованием, ни линиями раздачи. Нужно хорошее оборудование, которое было бы удобно работать. И продвинутое. Вот мы сделали эти машины. В основном они идут на экспорт. Включая Китай даже. За последние два года у нас статистика, что мы выпустили параконектоматы. Наиболее продвинутые такие оборудования, которые называют сердцем кухни, где-то порядка 54%. И где-то на 30% у нас увеличилось экспорт параконектоматов в европейские и другие зарубежные страны. Мы экспортируем везде, кроме Америки. То есть от Филиппин, если по карте, до Великобритании машины мы экспортируем. Основной экспорт идет, конечно, сложного оборудования, начиненное электроникой. То есть это параконектоматы и котлы пищеварочные, именно с миксером, для приготовления супов, соусов. Мы начали рассматривать возможности экспорта для того, чтобы изгладить пики падения нашей экономики. Я все время объясняю, что наша экономика движется вот так. Западная экономика движется вот так. Амплитуда намного меньше. Если мы наложим одну большую амплитуду с большим колебанием на маленькую, то получим усредненное значение. И в одно время были сделаны выводы о том, что именно экспорт позволит так нивелировать, скажем, нестабильность нашей экономики. То, что мы видим с 1998 года. Второй момент – это был то, что нам надо где-то произвести сравнительный анализ, на каком месте и в мире мы находимся. И третий момент – это узнать, скажем, наши слабые стороны, получить критические замечания от наших западных потребителей, произвести некоторые изменения под европейскую модель. Потому что у нас традиционно сложились как-то советские такие стандарты, изменить их под европейские стандарты. И просто конкурировать наравне с импортным оборудованием, как у нас, так и с зарубежным оборудованием у них. Основные программы, которые мы взяли для того, чтобы развиваться более интенсивно, скажем, и не стоять на месте – это вот, прежде всего, бережливое производство, система бережливого производства и участвовать в программе российской, федеральной. Это российские лидеры производительности труда. Вот. Очень многие руководители, скажем, большинство руководителей проходит сейчас это обучение. Это федеральная программа, никаких денег от нас не требуется. Эффективность очень высокая. Мы получили субсидии последние годы, в основном это федеральная. Конечно, программа где-то порядка двух миллионов долларов на разработку новых видов оборудования. Решение по выделению земельного участка без торгов получили. Сейчас будет рассматриваться проект, наверное, в июне. Могут ли нам дальше оказать поддержку, потому что еще где-то порядка семи-восьми проектов может быть в составе этого кластера. Насколько государство будет готово, ну, надеяться хочется. Основное это сейчас сосредоточиться на комплексных поставках, оборудование для каких-то проектов. Например, пиццерия, например, пекарня разного формата. Пиццерии тоже бывают форматы. Маленького, большого, да, огромной пиццерии. Мы там сразу комплекс смотрим, да, начиная там с мукопросеивателя, тестораскаточной машины, тесторомесильной машины, печи туннельной, пиццевые печи, ну, всевозможные. Вот эти решения хотелось бы комплексно обратить внимание. Еще не хуже ситуации, даже лучше, может быть, по пищеварочным котлам. При аналогичном, в полтора раза у нас выпуска пищеварочных котлов, да, экспорт произошел рост за два года на 47%. Мы очень довольны, конечно, этими показателями. Мы предполагаем, что в этом году рост также произойдет не менее 50%. Мы так вот хорошо рынок европейский будем под себя забирать. Причем речь идет не одна, а две, три, там, десять единиц. А речь идет о сотнях единиц, о тысячах единиц. На тот момент, когда это все начиналось, конечно, маржинальность была достаточно хорошая. То есть это было до 50%. Сейчас маржинальность упала в 10%. Это, слава богу. Но это, конечно, имеет место быть и конкуренция. То есть производством перчаток занимается в России, вот как мы только на вскидку, это более 300 предприятий. Год, десятый год. Я помню такой этот кризис, момент переломный был, очень серьезный. Я помню, что у нас были полные склады продукции. Мы не знали, куда его девать. И тут у меня приходит идея, думаю, ну, надо что-то делать с этим. Это первое, что я сделала, это создала сайт и начала заниматься активным раскручиванием нашего сайта, нашей продукции. И вот благодаря этому у нас появились такие партнеры, покупатели, которые вот уже по всей России. То есть мы думаем, почему только в Чувашии, почему только в ближайший регион, когда можно охватить, в принципе, целую Россию на нас достаточно серьезно. Ну и потом, после России мы решили, а почему не попробовать срану таможенного союза. Вот таким вот образом. Да, действительно, пять лет назад первая отгрузка на экспорт у нас произошла. А после таможенного союза мы понимаем, что Европа и Китай же справляются со всем миром. А что, мы хуже? Конечно, нет. У нас тоже есть ресурсы, потенциалы. И мы решили попробовать таким вот образом. Мы в прошлом году первый экспорт был уже в Европу. Географии сейчас это Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия. Это Нидерланды. Сейчас у нас переговоры идут с Германией. В обязательном порядке сертификат, конечно, необходим. Но, опять-таки, по поддержке, экспортной поддержке мы получили воспользоваться этим. Сертификация очень дорогостоящая. Там, по-моему, порядка 700 тысяч рублей. То есть достаточно серьезная получается. Благодаря экспортной поддержке мы получили компенсацию, то есть субсидирование. Там они, по-моему, нам помогли, 80% оплатили. То есть это была очень серьезная поддержка. Самое, что удивительное, мы прошли сертификацию с первого раза. Потому что крайне редко бывает так, чтобы продукция справляется на испытание в Хорватию. Там у них свой центр специально для испытания нашей продукции. И бывает так, что многие производственники российские, как бы, не с первого раза. Даже вот мы прошли с первого раза. То есть мы стараемся делать качество. Действительно, экспортная поддержка имеет огромную поддержку. Они переводят нам тексты и сайты и тому подобное. То есть как бы вот эти все моменты, они нам помогают, поддерживают в этом отношении активно. Главное, чтобы мы были инициативные. Работая круглосуточный цех, производим 1,2 млн пар, конечно, у нас спрос превышает. В нашей мощности мы бы с удовольствием, конечно. У нас есть планы построить все-таки свой производственный цех, где будет не 147 станков, как сейчас, а, допустим, мы бы с удовольствием в два раза увеличили бы. То есть до 300 бы довели бы точно. Ну, мы стремимся, думаем, будем сейчас планировать. Ну, как я уже понимаю, спустя столько лет это достигается тем, что шикарный персонал, очень хорошие сотрудники. Чем я горжусь, это вот правда, реально. Потому что понимать станки, которые вы сейчас вот были на производстве, да, женщине крайне, ну, и не нужно, наверное. Наверное, есть такие талантливые женщины, но не я это в том, точно. То есть благодаря тому, что вот у нас шикарные, умные, профессиональные сотрудники, конечно, все это достигается гораздо легче. Потому что чувствуешь тыл, поддержку, я стараюсь в свою очередь их, они как бы меня. И только благодаря команде все это создается и делается. И, конечно, трудности преодолеваются точно таким же образом. И вот на сегодняшний день, учитывая наши курсы доллара и евро, сырье мы закупаем именно Китай, Индонезия, Вьетнам. И напрямую связаны с этим курсом, как бы, ну, будем надеяться, что у нас там мозг что-нибудь новое придумает. Но, с другой стороны, на экспорт это самое выгодное. Мы серьезно как бы настроены, будем сейчас все возможности как бы пробовать, делать, двигаться вперед, именно на экспорт.